Приветствую вас. В этой ситуации, в которой вы оказались, у нее достаточно много, а довольно много неопределенности. И, собственно, вот сложным аспектом является именно наличие этой самой неопределенности. То есть, вот эта самая неопределенность, которая у вас сейчас есть, да, ну, неопределенность, значит, подвешенность вашего состояния, вот. Вот эта самая неопределенность, она и является, собственно, тем ключевым фактором, который вас раздражает, к сожалению. И нужно очень хорошо понимать, нужно очень хорошо понимать, что это значит. Ну, не очень хорошо понимать, что это значит. Значит, это, вот то, что, ну вот, то, о чем вы пишете, да, значит это, только то, что вы сами, вы сами, самостоятельно, решение принимать, да, вот, не готовы. Ну, за себя, за свою жизнь, за свои какие-то, значит, поступки, да, и так далее. Ну, вот, не готовы вы принимать решения самостоятельно, вот, не готовы, к сожалению, вот сейчас, на данный момент. И определиться с этим, именно определиться, с этим, определиться с тем, чтобы, вот, принять решение и решить, кто же он для вас. Вам необходимо в первую очередь, наверное. И, ключевой аспект, ключевой аспект, здесь следующий. Вам не нужно ставить ультиматумы, тут вы, возможно, правы. Но вам нужно определиться, первое, с причиной и формой вашей симпатии, симпатии к молодому человеку. То есть, что конкретно представляет из себя для вас этот товарищ? Что конкретно представляет из себя ваши чувства по отношению вот к нему? Да? Это первое. И второе, второе, это что вы будете делать, ну вот просто вот, что вы будете делать, да? Вне зависимости от того, что он решит. То есть, вот как вы будете себя вести, и самое главное, как должен вести себя мужчина? Что бы вы сказали, или что бы вы признали? Значит, значит, что вот он ваш, что вот он, ну, что он действительно хочет вам чего-то. Вот это должно быть вне зависимости от того, вне зависимости абсолютно, вне всякой зависимости. вне зависимости от того, что он делает. Для вас это важно, очень важно. Соответственно, это является ответом на ваш вопрос. Вы пишите, как мне быть, как мне быть, чтобы что? Вы спрашиваете, как мне ему сказать? Сказать что? Что конкретно, что вы ему можете сказать? Что можно здесь сказать? Вообще-то говоря. Что можно здесь сказать? В принципе, вот в принципе, что можно здесь сказать? То есть, это вот, что вы хотите сказать? То есть, хотите, допустим, сказать ему, что значит, ну вот, то что вы пишите, да, что не хочу быть в роли любовницы и хочу, чтобы меня уважали и не скрывали. Так, ведите себя так, чтобы ваши уважали. Ведите себя так, чтобы к вам относились с уважением. Вы, знаю, что у молодого человека есть девочка, что у него незавершённые отношения. Сейчас мы с вами немножко подтвердим, чтобы я не ошибся. Так, мы живём в разных городах. Недавно он ко мне приехал. Я первый раз его за пять лет увидел. Мы очень рады были этой встрече. Он просто к вам приехал. Вы знали, что у него девочка. Вы знали, что он, значит, звонит вам только, 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 когда, ну, он поругается с ней. Вы это знаете. И, тем не менее, вы провели с ним, значит, вечер и ночь. Так как же вы хотите, чтобы вас уважали в таком случае? Как же вы хотите, чтобы... Правда, если вы... ...ведёте себя... ...сами. Так, если вы сами себя ведете таким образом, что, ну, не вызывает уважения, к сожалению, ну, не вызывает. Ну, он вам понравился, то есть он вам, он, вы были рады его видеть, он вам нравится, хорошо. Ну, повод ли это проводить ночь на время? Вот, как бы, такая история. Я понимаю, что вы хотите уважения. Ага. Я понимаю, что вы хотите уважения. Так, если вы хотите уважения, для этого нужно что-то делать. И вопрос возникает сразу к вам. Делаете ли вы что-то для, ну, для этого или нет? Делаете ли вы что-то для того, что вас уважает? А не скрываются ли за вашим желанием, чтобы вас уважали что-то еще? Собственную неуверенность и так далее и так далее. Страх может быть, как отца одной, например. Ибо за пять лет вы, я так понял, мужчину себе не нашли. То есть вы по-прежнему одна. Почему-то, почему-то, да, по-прежнему, почему-то вы одна. Вот. Это все вопросы. Это все вопросы. И вопросы, в первую очередь, к вам. Вот, разобравшись в этих вопросах, вы сможете уже тогда и адекватно представить свою позицию мыши-мышины. Вот. А пока? Пока что? Ну, пока что вот так. Ну, пока что вот так. К сожалению. Пока что вот так. Это то, что я могу вам сказать. На данный, на данный момент. Вот. Ну, это все. Так. Ага. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи. Не отвечаю. Ага. На данный момент. Им так.